1 апреля в кинотеатре «Искра» состоялся 15-часовой марафон «Скрипичный ключ». Конкурс талантов такого масштаба прошел в Ленинском районе впервые. На участие в нем были поданы более 130 заявок по четырем номинациям. Это инструментальное исполнительство, художественное слово, хореография и вокал. Мы хотим, чтобы нашим зрителям было интересно, чтобы дети, которые живут на территории Ленинского района, имели возможность, прежде чем поехать на крупные конкурсы, типа «Голос», типа «Синяя птица», которые проходят на центральных каналах, поимели какой-то телевизионный опыт у нас здесь. И возможность такая есть для всех. В фойе кинотеатра конкурсанты давали интервью перед выходом на сцену, волновались и репетировали. К тому моменту, когда мы снимали этот сюжет, инструменталисты уже выступили и делились своими впечатлениями. Сегодня я исполняла пьесу композитора Игоря Шошина. Она называется «Тарантелла». Я ее очень долго репетировала, несколько месяцев на самом деле. Но сегодня я не очень довольна своим выступлением. Почему? Потому что могло быть лучше. Я участвовала в номинации инструментальной, играла на фортепиано. Композиция у меня была «Этюд в духе Басанова» на фантазию «Тема Паганина». Для многих конкурсантов это были не первые творческие состязания. Но практически все в один голос отмечали. В телевизионном конкурсе принимают участие впервые. Художественное слово Владимир Высоцкий «Песня попугая». Довольно хорошее произведение. Я с ним уже очень много конкурсов объездил. Поэтому у меня есть опыт в прочтении. В состав жюри вошли работники культуры, музыканты и хореографы. Разбирая выступления конкурсантов, они старались отмечать их индивидуальные качества. Некоторые из участников сразу впечатлили судей. Другим же высокие оценки ставили авансом, видя в юных выступающих перспективу на будущее. Конечно, есть, как на любом конкурсе, как у любых конкурсантов, есть свои недочеты. И, собственно, мы это указываем. Мы готовы с каждым провести разъяснительную работу, что, где, как. То есть, можно сказать, обосновать свои оценки. А в целом очень все шикарно. Я на самом деле отдыхаю душой. Как правило, приходится смотреть все. То есть, сценография, то есть, в каком пространстве находится артист, как он себя чувствует в этом пространстве, как он одет, как он работает со зрителем. И, конечно, техника игры тоже имеет большое значение. По итогам голосования члены жюри отобрали лучших. Победители получили возможность выступить со своим номером на международном конкурсе «Семь нот», что пройдет в городе Домодедово. И памятные призы от спонсоров. Кроме того, у зрителей нашего канала тоже будет возможность поучаствовать в выборе своих фаворитов «Скрепичного ключа». Уже с 14 апреля каждую пятницу на телеканале «Видное ТВ» начнется показ телеверсии конкурса. После каждого выпуска на сайте smividnaya.ru будет проводиться голосование, по итогам которого победитель получит приз зрительских симпатий. Хочется сделать так, чтобы продукт получился, чтобы понравился нашим телезрителям, чтобы мы нашли отклик. Ну и естественно, чтобы те победители, которые будут проявлены на этом конкурсе талантов, нашли свое место в том числе и на нашем экране. Конкурс «Скрепичный ключ» завершен. Он еще раз показал, что Ленинский район богат на таланты. И возможно, для кого-то конкурс станет началом большого творческого пути. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. А у нас в гостях генеральный директор Видновской дирекции киносети, один из организаторов конкурса «Скрепичный ключ» Ирина Тихановская. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Сложно ли было организовывать этот конкурс? Ведь, насколько я знаю, количество желающих принять участие оказалось намного больше, чем предполагали. Вы знаете, мы даже не знали и не могли себе представить и вообразить, насколько это будет сложно. Когда конкурс задумывался, когда мы уже начали понимать, что количество участников зашкаливает, мы все равно еще даже не представляли, что ждет нас впереди. Вся группа, которая обеспечивала конкурс, работала с 7 утра и до 24 часов ночи. На следующий день полуживые, но бодрые явились на финал и завершили съемку. Насколько я знаю, участники, победители, получили возможность участвовать в том числе и в международном конкурсе «Семь нот». Да. А от нас, от организаторов, они получили какие-то призы? Мы очень рады, что у нас появилась такая возможность, что мы придумали и дали возможность детям просто пройти некую школу. А там кто знает? Может быть, попытка не пытка, и наши звездочки будут зажигаться уже совершенно на другом уровне. Вопрос, который волнует, я думаю, многих. Будет ли конкурс проводиться на постоянной основе? И если да, то планируется внести какие-то изменения, может быть, в регламент, в расширение географии? Конечно, мы приняли решение, со всеми посоветовавшись, о том, что конкурс имеет место быть, он будет жить, он будет развиваться. Дальше, больше того, в следующем году мы все-таки будем проводить его открытым. И не будем ограничиваться только для детей Ленинского района, потому что слух уже сейчас пошел за пределы Ленинского района. К нам обращались уже из ближнего, из ближней Москвы, из Берилева, к нам обратились из соседнего округа, из Домодедова. Люди, которые спрашивают, а можно и мы? Можно. Прекрасно. Что ж, поздравляю вас, нас всех, и, наверное, и наших зрителей с появлением новой традиции в Ленинском районе. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях была генеральный директор Видновской дирекции киносети, один из организаторов конкурса «Скрепичный ключ» Ирина Тихановская. К другим новостям.